Здравствуйте! Прошла неделя и программа «События культурной жизни» снова с вами. Сегодня в выпуске. Сказания о невидимом граде Китежи в Большом. Премьера в школе драматического искусства. Современный калейдоскоп в Центральном доме художника. В Рио-де-Жанейро состоялся вечер, посвященный 100-летней годовщине со дня смерти Николая Андреевича Римского-Корсакова. Известно, что значительную часть впечатлений, воплотившихся позднее в ярких произведениях, композитор подчеркнул из своего путешествия в Бразилию и пребывания в Рио-де-Жанейро. На вечере любители русской классической музыки смогли услышать фрагменты из опер, вариации на тему симфонической сюита Шехерезада и музыкальную картинку «Полёт шмеля». В Германии в рамках франкфуртской международной книжной выставки представлена экспозиция, посвященная Александру Солженицыну. На 19 стендах показаны 220 изданий произведений писателя, сам издатовские книги и фотографии. После Франкфурта выставка отправится по России. По словам Натальи Солженицыной, Александр Исаевич мечтал о том, чтобы его книги читали именно в русской провинции. В Сочи под руководством российского дирижера Павла Когана начал свою работу международный фестиваль классической музыки. В программе концертов произведения трех основных симфонических школ – западноевропейской, восточноевропейской и американской. В фестивале примет участие прославленный коллектив Московского государственного академического симфонического оркестра. Через несколько секунд о событиях культуры в столице. Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии. Это длинное название хочется распеть в стиле Николая Андреевича Римского-Корсакова, автора одной из самых удивительных русских опер. Печаль и радость, языческая мистика и христианство соединены в повествовании о чудесном спасении Муромского городка от татарской орды. Постановщиком оперы на сцене Большого театра стал мэтр мировой режиссуры Эймундас Ньякровшус. Прежде чем эта партитура легла на дирижерский пульт, музыкальный руководитель Большого Александр Ведерников поехал в далекий лесной край и посмотрел воды таинственного озера Светлояр. Неизвестно, услышал ли он призрачный колокольный звон из чеснувшего града Китежа, но уверенно, тайные смыслы оперы стали ему понятнее. Из этой легенды проросло очень много смыслов, в принципе, важных вообще для русской жизни, пожалуй, во все времена. Режиссеру Эймундасу Ньякровшусу Либретто Китежа диктовала сложнейшие задачи. Как сделать, чтобы мы поверили в реальность озера на деревянной сцене? Какая она, жизнь в невидимом вечном городе? Декорации делал Мариус Ньякровшус, сын. А костюмы – жена режиссера Надежда Гультяева, близкие и понимающие люди. Так появился абрис Богородицы, осеняющий сцену, и фотографии на одежде Китежана. Прекрасная легенда, она сама с собой существует, и время тут ни при чем. В 200 лет она тоже сама будет прекрасно звучать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Со своим женихом, погибшим все чистотарами, Феврония все же обвенчана в небесном невидимом граде. А земные скитания ей приходится делить со своим обидчиком, горьким пьяницей и предателем Гришкой-Кутерьмой. Эти двое – мудрая чистота и черная пропасть русской души. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Новая постановка Китежа показана уже не только Москве, но и итальянскому Кальгери. Это совместная работа двух оперных театров. Наверное, русский и европейский зритель по-разному расшифровывал для себя и загадки самой музыки, и загадки спектакля. Ответы найдены не для всех вопросов. Ну что ж, одну из самых сложных русских опер, и нельзя лишать отблеска тайны. На Украине это событие считается ежегодным, но в России вручение премии «Чернобыльская звезда» состоялось впервые. Участниками церемонии стали те, кто в 1986 году ликвидировал аварию на Чернобыльской АЭС. А сегодня они стали обладателями наград в области литературы и искусства. Издание правительства Москвы, репортаж Екатерина Купреевой. Что вы знаете о Чернобыле? Это точно не курорт в Болгарии, как порой сегодня думают школьники. В этом зале собрались как раз те люди, которые, как никто иной, помнят о тяжелых днях чернобыльской трагедии. Все они внесли личный героический вклад в ликвидацию последствий аварии на атомной электростанции. Впоследствии многие из них написали воспоминания о трагических днях, посвятили себя воспеванию подвига Чернобыля в искусстве. Поэтому Союз Чернобыль-Россия решил учредить премию в области литературы и искусства, которая ежегодно будет вручаться создателям произведений по чернобыльской тематике. С 26 апреля по 15 сентября 2008 года в Союзе Чернобыль-Россия проводился конкурс художественных и литературных произведений. Творческая экспертная комиссия рассмотрела произведения, созданные за 22 года, прошедшие с момента катастрофы. Лауреатами премии стали 35 человек. Пятеро из них были удостоены этого звания посмертно. Звание лауреат Международной премии Союза Чернобыль-России в числе других было присвоено первому в России доктору исторических наук, защитившему диссертацию по чернобыльской теме, писателю Анатолию Дьяченко. Почетному строителю России лауреату литературной премии имени Шолохова Анатолию Калачеву за книгу «Мой Чернобыль». Елене Козловой за серию документальных воспоминаний о Чернобыле. Народному художнику России Николаю Селиванову за серию скульптурных портретов героев-чернобыльцев. В номинации «Музыкальное искусство» лауреатом премии стал народный артист СССР Иосиф Кобзон за проведение концертов в зоне чернобыльской катастрофы. Я помню, как я обслуживал три смены. Одна заканчивала, уходила, другая приходила. Как вы понимаете, петь в маске было глупо и немыслимо. И я только ощутил на себе радиацию тогда, когда у меня осип совсем голос уже к третьей, так сказать, ситуации. Вот, хоть мне и говорили, надень маску, но как петь в маске, никто меня еще не учил. С тех пор, как о маленьком городе Чернобыле заговорил весь мир, прошло чуть больше 20 лет. Но последствия катастрофы планета будет ощущать долго, а слово «Чернобыль» останется в мировой истории символом беды. О преимуществах и проблемах непрофессиональных театров рассказывает музыкальный руководитель молодежного театра «Мост» Георгий Долмазян. В каком-то смысле это большой плюс, что играют нераскрученные ребята, то есть играют неизвестные лица, то есть каждый раз это какие-то новые лица. Потому что вот я сейчас был в Англии, у них вообще не существует понятия профессионального обучения актерского. Это люди, которые очень хотят и не могут жить без театра. И со временем мастерство-то приходит, на самом деле, есть большое желание и талант, конечно. Проблема очень большая у любительских коллективов, они все одноразовые. Вот тут очень важный вопрос лидера, вопрос коллектива. Если находится лидер, если находится коллектив, который хочет долго и на всю жизнь, сделать работу своей жизнью, судьбой, тогда они выживают. Я знаю очень хорошую труппу из Екатеринбурга, там ни одного профессионального актера нету. Совершенно потрясающий спектакль я у них смотрел, они играли «Чайку». Я такого, на самом деле, искреннего такого Чехова очень давно не видел. И мне кажется, если любительский, так скажем так, непрофессиональный театр к своему труду, своей работе будет относиться профессионально, никто никогда не смотрит у кого какие дипломы. Да, у меня есть профессиональный диплом профессионального режиссера. Но когда они смотрят спектакль, если плохой спектакль, если у тебя 20 дипломов и 30 аспирантских значков, это не спасет. В театре школа драматического искусства в рамках фестиваля «Территория» премьера. Опус номер 7 в двух частях – это действительно седьмая постановка талантливого, известного театрального режиссера Дмитрия Крымова. За свой последний спектакль «Демон. Вид сверху» Крымов удостоился золотой маски. Какие эмоции у зрителя вызвала новая работа режиссера, вы узнаете, если посмотрите наш следующий сюжет. Новый спектакль Дмитрия Крымова состоит из двух автономных частей. И лишь тонкая, едва уловимая связь объединяет их в одно целое. Может быть, это композиционный контраст. Первая часть, под названием «Родословная», обращена к нашей общей истории – истории народа. А вторая посвящена отдельной судьбе композитора Дмитрия Шестаковича. Но сквозь призму его личной трагедии неизбежно ощущается трагедия страны в целом. Как камушек кидаешь, и он так тук-тук-тук по воде, и там тонет где-то. Вот такая тоска по незнаемому в глубине тебя. Родословная изначально была замыслена как родословная Иисуса Христа. Но в процессе создания спектакля она обрела новые краски, формы и взаимосвязи. Тему «Богоизбранного народа», перемолотого жерновами истории, дополнила трагическая цепочка визуальных метафор, призванных связать воображение зрителя прошлое с настоящим. Меньше всего бы хотелось, чтобы это рассматривали как историю еврейского народа, или как Холокост, это мы и прошлое, мы и наши предки. То есть если русский человек будет спокоен, смотря нашу первую часть, и не воспримет это как к себе относящееся что-то, значит мы не достигли цели. Музыка к родословной написана композитором Александром Бакши, сценографией ученицы Крымова Веры Мартыновой. Перед зрительным залом картонная стена, отделяющая нас от прошлого, и которую очень легко пробить. Таким простым решением авторы спектакля позволяют зрителю услышать и тихую речь, обращенную к нам из прошлого через визуальное искусство, и быть оглушенным и ревом нашествия голосов ушедших предков. Мне кажется, что надо работать над произнесением слова. А что касается визуальных эффектов, то очень здорово. Вторая часть спектакля «Шостакович» решена совершенно в другой эстетике и драматургически, и в изобразительном смысле. Музыкальная партитура спектакля была пронзительно составлена самим Крымовым из произведений Дмитрия Шостаковича. Спектакль получился открытым, каким-то беззащитным и детским в ощущении ужаса от столкновения композитора с беспощадным государством. Могучая родина-мать предстает в виде огромной куклы, а сам Шостакович, блистательно сыгранной актрисой Анной Синякиной, напоминает Чарли Чаплина. Это не новая история, и не по-новому рассказанная история, но это мощная пластическая постановка со множеством эффектных кульминаций, и она вполне может заставить понять и почувствовать что-то новое про эту великую музыку и эту великую страну. На смену самому успешному и популярному мюзиклу «Мама Мия» пришел другой, красавица и чудовище. Только на Бродвее он был сыгран более пяти тысяч раз. По всему миру постановку посмотрели более 30 миллионов зрителей. С 1994 по 2007 год мюзикл был поставлен в 115 городах 14 стран мира. И вот на прошедшей неделе в Московском дворце молодежи состоялась премьера этой всем известной любовной мистерии. Станет ли очередное шоу таким же востребованным, как «Кошки» и «Мама Мия», покажет время. Постановка будет идти до апреля 2009 года. Мюзикл как жанр всегда предполагает интересный сюжет, красивые декорации и яркие спецэффекты. Но премьера «Красавица и чудовище», состоявшаяся на сцене Московского дворца молодежи, превзошла все ожидания. Сердца зрителей, как детей, так и взрослых, были покорены и талантливой игрой актеров, и яркими запоминающимися костюмами, и декорациями, и необыкновенно красивой музыкой. Все, словно по мгновению волшебной палочки, на какое-то время попали в мир сказки и чудес. Я могу сказать, что это вообще специфика постановки мюзикла в России, когда достаточно несерьезное восприятие окружающих жанров попадает на такую благодатную почву, как русские актеры, которые привыкли к всему относиться серьезно, с присущим драматизмом и как бы погружением в материал. Получается, что мюзикл приобретает новые краски, которых, возможно, в некоторых постановках в других странах нет. Масштабная постановка требует от актеров не только профессионализма, но и огромной выдержки и терпения. Одни только костюмы чего стоят. Некоторые из них весят от 10 до 16 килограммов. А что уж говорить о гриме. Для некоторых артистов он стал настоящим испытанием. Чтобы из Игоря Иванова сделать чудовище, требуется около двух часов. Но, похоже, актеров гораздо больше волнует само действие. Даже в реальной жизни ни одна сильная женщина вряд ли смогла бы полюбить чудовище. Даже если бы это был потрясающий человек внутри, за внешним обличьем. Вот эта великая история о любви, о том, что давайте все-таки заглянем в души друг друга. Превращение в принца происходит после заветных слов «я тебя люблю». И с этого момента красота, приобретенная внутри, переходит наружу. К постановке этого мюзикла в России отнеслись очень серьезно. Жесткий кастинг позволил из огромного числа участников выбрать на роль чудовища молодого талантливого исполнителя Игоря Иванова. А вот роль Бэль в нашей версии играют две актрисы – Наталья Быстрова и Екатерина Гусева. По словам режиссера, у каждой из них своя манера игры и свое видение роли. Виртуозная работа гримеров и мастерство декораторов превратили некоторых актеров кого-то в чашку, кто-то стал мадам Делли Камот, а кому-то пришлось ходить с маятником в животе. Но такая задумка режиссера никого не смутила, а наоборот, дала возможность хотя бы некоторое время жить в сказке. Там есть такая сцена очень щемящая, когда весь спектакль Лены Черквяне, которая играет миссис Чайтон, она возит в тележке своего сына. Он играет чашечку, и она говорит со слезами на глазах, «Я мечтаю о том, чтобы услышать смех своего ребенка, увидеть, как он бежит по замку». И вот в самый финал спектакля бежит мальчик и кричит «Мама, мама». Вот это самый такой трогательный момент. «Красавица и чудовище» – один из самых ярких и запоминающихся мюзиклов во всем мире. Жизнь этой музыкальной сказки дал Бродвей. Но мы надеемся, что в России эта любовная история получит новое дыхание и иное философское видение. Это волшебная сказка. А как известно, сказка-ложь, да в ней намек. Экспозиции корейского искусства Москве устраиваются довольно часто, чаще, чем выставки многих других народов. Должно быть в этом заслуга Корейского культурного центра, который видит свою миссию в сближении двух государств. В Центральном доме художника на Крымском валу все желающие могли заглянуть в волшебное стеклышко современного калейдоскопа. Именно так называлась очередная встреча с корейским искусством. Кто бы ни придумал это название для выставки, современный калейдоскоп придумано хорошо. И дело не только в разнообразии и яркости впечатлений. Небольшая по площади экспозиция представляет и живопись, и фотографию, и такие модные затеи, как видеоарт и инсталляции. Есть еще некая особенность, объединяющая самые разные работы корейцев, в какой бы технике они ни трудились. Все произведения очень рукодельные и очень подробные. Может быть, это генетическая память народа, воспитанного на кропотливой технологии выращивания риса, когда каждый росточек перебирается чуткими пальцами. Какими бы модернистскими ни казались многие приемы, авторы настаивают на кровном родстве с предшественниками. Хван Гин Ки говорит, что суть творческого поиска общая у мастеров прошлого и у него. Обращаясь к рисунку тушью классического мастера XVIII века, современный художник ищет способ создать близкие образы природы новыми средствами. В пейзаже после «Алмазных гор» ими стали частички конструктора лего. Что для Хван Гин Ки – лего, то для Ноа Сан Кюна – чешуя, точнее, блестки из стекловолокна. Говорят, это воспоминания о том, как он чуть не утонул в детстве, представляя себя рыбой. Так или иначе, он извлекает из этого материала множество ассоциаций – от света и истины в учении Будды до дешевого сверкания, фетишей общества потребления. Проблемы в современной жизни стоят за всеми сложно сочиненными затеями новых корейских художников. Глобализация, индустриализация, феминизм – все это остро переживается в стране, еще совсем недавно земледельческой и закрытой для влияний. Страшновато долго стоять перед картиной с невинным названием «Учеба» художника Хонг Кён Тхека. Впрочем, наши студенты в восторге. Здорово, что мы посетили эту выставку, узнали много нового, и это очень необычная работа, и лично мне они нравятся. Едва ли не самые сильные впечатления на выставке на всех произвела работа Ким Си Йон «Слезы». Художница работает с чистой солью и уверяет, что только так она могла передать чувства печали и тоски. Она говорит, что в корейской культуре соль – символ очищения. Она рассеивает тьму и всякое зло, а в этой инсталляции выражает идею очищения человека страданием, мукой. Южная Корея охотно учится у Запада и сотрудничает с ним. Это отразилось во многих проектах выставки. И не менее важно для страны – сохранение наследия. В культуре современной Кореи обе эти тенденции прекрасно уживаются. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Встретимся через неделю. Всего хорошего.